Однако планы по сокращению заводов и сотрудников никто не отменял. Под раздачу, как мы знаем, попала и легковая программа Форда в России. Сочтены дни и европейских компактвенов S-Max и Galaxy. Но до снятия с производства модели должны прожить полный жизненный цикл, а значит, в пору провести скромный рестайлинг. Изменились бамперы и дизайн колес. Топовые версии S-T-Line и Viniale украшены новыми решетками радиатора. А в салоне появился новый декор и варианты обивки. Усовершенствован адаптивный круиз-контроль и медиа-система. Техника прежняя. Это бензиновый турбомотор с безальтернативной шестиступенчатой механикой. Или двухлитровый турбодизель EcoBlue в трех вариантах мощности. Коробка передач может быть ручной или восьмиступенчатой автоматической. А в версии на 190 сил предложен и полный привод. У американского Форда совсем другие новости. Многочисленное семейство F-серии бьет рекорды популярности и, вероятно, вновь превысит планку в 900 тысяч проданных пикапов. Но конкуренты не дремлют. Поэтому Форд постоянно накачивает свой бестселлер новинками. В конце лета тяжелые модификации Super Duty получили новый атмосферный бензиновый мотор V8 7.3. А теперь модернизирован и восьмицилиндровый турбодизель. Форд уверяет, что его отдача наибольшая в сегменте. Мотор развивает более тысячи фута-фунтов, то есть 1424 ньютон-метра. Обновились и рекорды массы для буксируемых прицепов. Если с обычной сцепкой пикап может вести почти 11 тонн, то с системой гусиная шея, где прицеп опирается на грузовую платформу пикапа, грузоподъемность превышает 30 тысяч фунтов.